Шел человек, упал, сломал на себе что? Сломал шейку бедра. Антикоррупционное законодательство действует во всех областях у нас, да? Ну сегодня забыл, допустим, табличку выпить, завтра выпью две. То есть нет такого, да, что из одного выделили другому поставили? Да вы что, нет, это категорически нет. Так, ну что, и как знают мои читатели, мои зрители, несколько месяцев назад я получил серьезную травму, оторвал себе ахилл во сухожилие, кстати, как раз снимая сюжет про легкую атлетику, и таким образом я стал работой одного человека, которого решил по, так сказать, истечении определенного времени сделать уже своей работой, то есть пригласить его на репортаж. Речь пойдет о враче-терматологе-ортопеде нашей клинической больнице номер 50, Джафарве Руслане Идрисовиче. День добрый. Вопрос, естественно, логичный, да, что заканчивали? Заканчивал медицинский институт, значит, Республика Мордовия, город Саранск, имгуни у меня Гарева. Вот, потом поступил в ординатуру, потом была аспирантура, и небольшая зарубежная стажировочка по поводу эндопротезирования, то есть это все образование, которое я получил. А как вообще человек, ну и в частности вы, принимает решение заняться медициной, когда пришло озарение, с чем это связано? Ну, у нас это семейное, то есть у нас много очень врачей в роду, вот, поэтому с детства родители, как обычно, ребенку задали вопрос, кем ты хочешь стать, вот, я сказал, что врачом. Ну, так вот получилось, пришел медицин. Я, насколько понимаю, у вас называется специальность врач-травматолог-ортопед. Совершенно верно. Что это такое, чем конкретно вот вы занимаетесь в рамках этой специальности? Травматолог-ортопед, это, скажем так, две специальности, которые объединены в одну, то есть травматология и ортопедия. Значит, травматология в основном занимается травмами опорно-двигательного аппарата, ортопедия занимается, скажем так, исправлением дефектов опорно-двигательного аппарата, то есть ортопед считается, как бы, немножечко на ступеньку выше, чем травматолог, независимо от того, что это две, как бы, специальности в одной объединены. Занимаемся мы, естественно, травмой костей, связок, мышц, да, И также заболеваниями опорно-двигательного аппарата – это дефортрозы, различные дисплазии, вывихи, подвывихи, нестабильности. То есть все это мы как бы лечим. Вы очень много, я так понимаю, оперируете, то есть это все опять же в рамках специальности. Какие приходится операции делать? Чем занимаетесь? Занимаемся абсолютно всем. То есть операции мы делаем те же самые, что, например, делают и в других клиниках. Это и остеосинтезы по системам ООН, наложение аппаратов внешней фиксации, как и временных, так и постоянных. Вот, значит, эндопротезированием, артероскопией. Занимаемся также в прошлом году, была выполнена очень интересная операция по поводу замены хрущевой ткани. Мы потом подробно хотим сделать статью, опубликовать ее. То есть смысл этой операции был в том, чтобы мы заменили хрящ, который был травмирован, и поставили туда матрицу, которая будет регенерировать и восстанавливать как бы этот хрящ. Очень такая интересная операция. Мужчины сейчас проходят активную реабилитацию с хорошим клиническим эффектом. А у нас вообще есть какая-то, грубо говоря, статистика? Ну, понятно, в определенное время работаете по травмам. Какие обычно травмы в какое время года у сыровчан доминируют? Как обычно, когда зима, это различные травмы, связанные с подвыхем, значит, подскальзыванием, да, это ватрушки, это коньки. Ну, а колотый, резанный ран у нас круглогодичный, как обычно. Вот такая вот статистика у нас. Вот вы перечислили ряд операций, да, а вот лично вам, вот что интересно? Ну, грубо говоря, вот резал бы аппендициты и резал бы, вот прям вот как не в себя. Что больше всего нравится? Мне больше нравится, если лично мне, то мне больше нравится эндопротезирование, конечно. Эндопротезирование тазобедренного сустава, это относится к операциям ортопедического плана, тотальная ортопластика. Очень тонкая операция, много нюансов и очень хороший, мгновенный, положительный клинический эффект. Когда ты видишь, что человек поступает к тебе без движен, на следующий день он может передвигаться практически без дополнительной опоры и счастлив, возвращаясь к нормальному образу жизни. Я уже правильно понимаю, мы как раз вот эту операцию снимали, да? Мы снимали, да, только в данном случае у нас была плановая операция по поводу коксартроза. То есть это заболевание характеризуется поражением тазобедренного сустава, при котором человек испытывает выраженную боль при движениях. Мы заменили сустав, и человек смог вернуться к нормальному образу жизни. Вот давайте к отношению пациентов. Есть что-то, что расстраивает в отношении пациентов, когда они общаются с вами, взаимодействуют, выполняют ваши рекомендации? Что касательно рекомендаций, их расстраивает, конечно, иногда небольшая халатность, но, возможно, это связано с менталитетом нашего человека, в плане не все рекомендации выполняются строго, как они предписаны. Банальный пример, ну, сегодня забыл, допустим, табличку выпить, завтра выпью две. То есть вот такое как бы отношение. Поэтому вот этот момент, конечно, расстраивает. А так, в целом, прекрасные пациенты, отзывчивые, вот. Хорошо выполняют рекомендации, посещают врачей в назначенное время. То есть что-то такого серьезного расстройства я как бы не испытываю вообще нет. А тогда в другую сторону. То есть насколько часто благодарят или все-таки относятся к тому, что это ваша работа, сделали и пошел себе спокойно? Или все-таки есть искренняя благодарность? И как часто она звучит из уст пациента? Ну, благодарность, конечно, есть из уст пациентов. Вот, она довольно часто бывает. И пациенты, да, конечно, если мы восстанавливаем функцию, они приходят, благодарят, что доктор, спасибо. Вот, скажем так. В основном, конечно, мы видим благодарность пациентам, именно в их отношении, когда все-таки они восстанавливают функцию. Потому что, к сожалению, вот у нас профессия такая, что человек сразу не видит результат. Это долгое сращение костной ткани, да, и это долгое восстановление. И вот, допустим, в домашнем еще облечь у него. Совершенно верно, вы говорите, да. И вот в дальнейшем, когда уже пациент приходит планово, мы видим, как у него восстанавливается функция. Потому что, на самом деле, человеку, допустим, рассматриваем перелом, неважно, срослось у него или не срослось. Это как бы такой философский вопрос. Ему нужно, чтобы функция восстановилась. Вот он пришел, у него не работала рука. Он хочет, чтобы через определенное время у него рука заработала. И вот, когда он уже приходит с восстановленной функцией, мы видим искреннюю благодарность, что человек благодарит в устной форме, естественно. Понятно. Антикоррупционное законодательство действует во всех областях. Хорошо, тогда как бы я там за кадром говорил об этом, что вообще задача нашего интервью, это в том числе еще и поднять престиж профессии. Вот лично вы, если бы вы обращались сейчас к будущим выпускникам, к людям, которые будут заканчивать школу, почему вы порекомендовали бы выбрать профессию все-таки медика? Профессию медика выбрать. Ну и конкретно вашу специализацию? Дефицит кадров. Дефицит кадров у нас, поэтому приходите. На самом деле у нас очень интересная, если говорить серьезно, профессия. Но мое мнение, что нужно все-таки типа призвание в эту профессию, если человек действительно заинтересован и хочет помогать людям. Потому что пациенты бывают разные, вот, и нужен определенный подход. А как известно, самая тяжелая профессия, эта профессия связана с работой с людьми, да, вот. Что я порекомендовал бы, все-таки мальчикам идти в хирургию, скорее всего, если девушка хочет стать врачом, то мое мнение, что лучше от хирургии воздержаться. Это сложно, это тяжело, все-таки женщины должны хранить семейный очаг, расти детей, а хирургия – это постоянное дежурство, напряженный график работы, ну и стресс, естественно. А вот такой вопрос меня всегда волновал. Как это вообще происходит? Ну, то есть, это вы поступаете в институт какое-то время, учитесь, и потом формируется уже понимание, что я вот на эту специализацию пойду. Или сразу там хочу людей резать, и все, и пошел по этой направленности. Совершенно верно. Образование в медицине построено таким образом, что первые три курса, основное образование – это шесть курсов, первые три курса проходят общие специальности, которые имеют такое, как бы, опосредованное отношение к дальнейшей профессии. Скажем так, это база общая – это биология, химия, физика. Начиная с четвертого курса человек начинает перемещаться уже по кафедрам. Кафедра, допустим, госпитальной хирургии, терапии, неврологии и так далее. Вот здесь уже человек видит конкретно пациентов, метод лечения, и что ему нравится, он начинает формировать уже себя определенного врача. У нас на пятом курсе был цикл травматологии. Мне очень понравилась эта специальность, и поэтому я решил стать травматологом-ортопедом. Иногда полежать в больнице приятно, но вот в нашей больнице можно испытать определенную проблему с интернетом. Дело в том, что если вам не повезет, и вы ляжете не на ту сторону семиэтажки, то сотовый интернет там просто не будет ловить. Но зато нет никаких преград для радиоволн, а значит, эфирные радиостанции слушать можно. Об этом я и хотел бы рассказать. Группа компании «Два Аякса» предлагает пакетное размещение рекламы на самых топовых радиостанциях города, с самым большим охватом аудитории. Это «Европа», «Ретро», «Юмор», «Энерджи» и «Наша умная радио» – единственная станция с городским вещанием. Звоните 9 55 55, размещайте как на отдельных радиостанциях рекламу, так и покупайте пакетные предложения. Эту рекламу услышат саровчане. Ну, у нас оператор, когда мы сейчас остановились, готовились, сказал, что снимет это все как в кулинарной передаче, поэтому, собственно, давайте рассказывайте про свою кухню, что у вас здесь есть. Значит, здесь мы имеем набор инструментов, частично, естественно, для установки эндопротеза, потому что тот набор инструментов, который существует для доступа, он находится в стерильных условиях. Это стерилизуется перед каждой операцией. Любая операция при эндопротезировании в основном начинается с подготовки ацетубулярного компонента, то есть компонент, который будет установлен в области таза. Для этого мы используем вот такой нехитрый способ, шарошки, так называемые, да, и риммеры, которые заряжаем пневмоустройство специальное, да, которое фиксируется, вот, и одеваем нужный нам размер. Вот здесь они все по размерам, 53, 54 и так далее. В зависимости от того, какой размер ацетубулярного компонента будет у человека. Вот здесь вот у нас пневмоустановка, и вот так вот мы рассверливаем, подготавливаем вертлужную впадину, да. Значит, это мы убираем. После того, как вертлужная впадина подготовлена, мы устанавливаем туда ацетубулярный компонент. То есть вот так вот примерно он выглядит. Значит, это бесцементная фиксация. Мы его устанавливаем при помощи импактора. То есть вот такой вот импактор. Вот здесь вот у нас мы его вкручиваем, соответственно, он фиксируется, и мы его забиваем при помощи молотка. Вот. Чтобы нам выбрать определенный угол, у нас есть специальные направители. То есть вот в зависимости, какое бедро. Вот здесь у нас обозначение есть. Это значит правое бедро, это левое бедро, да. Если левое бедро, мы, соответственно, вставляем в левое отверстие. И вот таким положением, соблюдая определенные углы, мы забиваем. Значит, после того, как у нас установлен... То есть вот он такой поддержанный, это потому что он уже был в ком-то, да? А, он был использованный, да. То есть здесь у нас уже мы имеем удаленный эндопротез. Значит, после того, как бедренный компонент установлен, мы подбираем, соответственно, полиэтилен. То есть пара трения, который будет изнашиваться, да, а не травмирует чашу. То есть фиксируется оно таким по поводу клина, да. Но сейчас у нас уже изношено, поэтому клина никакого нет. Однако, когда много, он заклинивается. Если хирург не уверен в стабильности ацетулярного компонента, он может использовать дополнительно спангиозный винт для фиксации, да, в одной из трех отверстий, которые здесь... Похоже, он заморезно, обычно. Да, да, совершенно верно. Принцип тот же, но если вы увидите, здесь гораздо больше пространства и, соответственно, он более крепкий титановый сплав. Установив ацетулярный компонент, мы переходим к бедру, да. Для этого используем мы развертку специальную, которая нам рассверлит канал, да. Значит, мы можем использовать устройство для обработки шейки, чтобы оно у нас было гораздо ровнее. И также у нас имеется оконченный долоток, которым мы прорубаем отверстие для установки рашпиля. Вот такие у нас рашпиля. Слесарный инструмент. Ну, фактически, да. Такие вот рашпиля, которые также идут по размерам, в зависимости от того, на каком мы остановимся, подбивая, да, мы устанавливаем такого размера бедренный компонент. Вот так вот примерно выглядит бедренный компонент. Вот, он вклинивается. В данном случае это тоже без цементной фиксации, которая в дальнейшем планируется вращение вот в эту шероховатую поверхность. После того, как мы установили бедренный компонент, нам осталось подобрать размер головки. Они все идут по размерам. То есть, допустим, это минус 3 миллиметра. То есть, как видите, допустим, плюс 12, да. То есть, это зависит от размера пациента, условно. Ну, грубо говоря, так. Это все зависит от оффсета исходного, да. Вот, мы подбираем. И после этого, в зависимости от того, какой у нас размер мы остановился, мы устанавливаем такую головку, да. Вот, в данном случае у нас здесь головка имеется 32 миллиметра диаметром стандартной. То есть, размер ее нулевой. Вот, в исходном варианте протез выглядит вот таким образом. Вот таким образом. Вот установлено в отцитабулярную и вот такие его вращательные движения. То есть, фактически, вот здесь пошло бедро, а здесь тазобедренный сустав. В смысле, вот здесь бедренный кость, а здесь таз. Совершенно верно. Вот в таком положении исходное у нас. И мы имеем. Как видите, инструменты совершенно простые. Ничего здесь такого сложного нету. Просто нужно знать саму операцию и кое-какие нюансы по поводу углов. Потому что установить можно под различным углом. Ну и вспомогательные инструменты. Это направитель для рассверывания пода. Это отверточка наша для установления винта. Это на всякий случай, если, допустим, мы хотим излечь винт практически. А это импактор для заклинивания полиэтилена. То есть, как я вам говорил, вот в таком положении мы подбиваем его, заклиниваем. Ну, это у нас стандартные и латерализированные ножки. То есть, когда мы оставляем рашпиль в бедре, чтобы нам подобрать, какой все-таки размер головки, мы устанавливаем временную шейку. Заклиниваем здесь временную головку и вправляем. И смотрим, какой размер. Насколько времени примерно занимает такая операция? Ну, если она там в норме идет? Если операция в норме идет, и при подготовленности хирурга и, соответственно, ассистентов и оперсестры, потому что это командная работа, все должны знать, в какой последовательности все это происходит. Операция занимает от 40 минут до часа. И дальше что происходит? То есть, пациент ходит вот с этим всем и... Пациент, да, ходит с этим эндопротезом. Вот, как говорится, наслаждается жизнью. Если вам интересно, откуда взялся именно этот протез в данном случае, то у человека произошел перелом бедра на этом эндопротезе. То есть, мы поставили эндопротез, он проходил какое-то время и потом подскользнулся и упал на этот бок. Соответственно, при перепротезных переломах и при нестабильности бедренного компонента они подлежат замене. То есть, у нас ревизионный, более длинный ножка. Поэтому, соответственно, этот протез... То есть, нет такого, что из одного выдели другому поставили? Да, что нет? Это категорично нет. Они вторичного нет. Они все у нас находятся просто вот как для макетов. А вторичное использование категорически запрещено. Потому что все они имеются одноразовые конструкции по заклиниванию. Все они идут в конусовидной форме. То есть, если мы один раз конус заклинили, вот здесь вот второй раз конусы для заклинивания это уже не пригоден. То есть, этот протез не пригоден для установки. Жители города Сарова могут не переживать, что им будет установлен использованный протез. У нас все протезы новые. Сейчас будет сложный вопрос. Попробуем на него ответить. Попробуйте простыми словами объяснить, что это за операция и на что она направлена. То есть, грубо говоря, вот шел человек, упал, сломал на себе что? Сломал шейку бедра. И это очень сложный вопрос в плане того, что шейки, переломы шейки бедра, они могут срастись и без эндопротезирования. Мы устанавливаем эндопротезы при переломе шейки бедра только тем пациентам, которые имеют минимальный шанс на сращение. С чем это связано? Это связано с возрастом, это связано с плотностью костной ткани. В основном, все-таки, мы в отделении разработали такую концепцию, что лица после 60 лет все-таки подлежат эндопротезированию, а не остеосинтеза шейки бедра. То есть даже оценивать не будете? То есть 60, все сразу? Скажем так, да. Скорее всего, мы так и поступим. Объясняю почему. Если человек, который имеет низкие шансы на сращение, идет на операцию на остеосинтез, и вдруг у него не происходит сращение шейки бедра, значит, это мы теряем уже как минимум полгода на наблюдении пациента, потом мы еще удаляем эту металлоконструкцию, теряем еще полгода на пациента, пока ждем, когда все там, значит, у нас успокоится рано, когда все зарастет, чтобы не было инфекции, и после этого ставим только эндопротез. И плюс человек после эндопротезирования проходит какой-то определенный срок по реабилитации. То есть фактически человек из нормального образа жизни вылетает на полтора года. В случае, если человеку будет установлен сразу эндопротез, и операция пройдет корректно, человек может возвратиться к нормальному образу жизни через один-полтора месяца. Уже полностью установлен. Сколько примерно у нас происходит подобных операций в городе? Ну так, месяц? В месяц это сложный вопрос. Могу сказать в год. В год в среднем, вот в прошлом году было выполнено порядка 40 эндопротезов. В этом году планируем поставить больше. Ну, я надеюсь, сегодня мы узнали очень много интересного о специальности медика, о конкретно ортопедии, о хирургии. И я надеюсь, каким-то образом, во-первых, провели ликбез среди пациентов, и теперь они будут с большей внимательностью относиться к тому, что говорят им врачи. Ну и, кроме того, надеюсь, все-таки сподвигли кого-то из молодых людей выбрать эту замечательную профессию, за что я вам благодарю, Руслан Айдрисович. Отличный разговор, отличная беседа. Спасибо. Продолжение следует...